Перекрёсток его дорог К сожалению, Георгия не стало, но он живёт в сердцах родных и близких, а его талант радует огромное число людей. В память о нём была написана книга при поддержке советника президента Российской Федерации Владимира Абдуалиевича Васильева и журнала «Реноме». В книге много иллюстраций. С иллюстрациями была отдельная история. Мне пришлось всё собирать буквально по крупицам, можно сказать, из руин. Мне помогали все. На презентации книги, посвящённой Георгию Володько, присутствовали его коллеги, семья, друзья и те, кому близко его творчество. ПЕСНЯ В своей жизни смог создать такую группу единомышленников, группу людей, которые относятся радостно, позитивно к искусству. Человек ушёл в новое измерение. Звезда его погасла, но свет этой звезды, он горит. Он горит, и он горит в нашей памяти. Абсолютно каждый отметил невероятную теплоту Георгия, его дружелюбие и отзывчивость. ПЕСНЯ Сегодня на этой встрече, которая действительно не зря состоялась, правильно сказали, что свет после него остался. Причём не только свет, а его дело, которое, я надеюсь, будет жить и дальше, и больше привлекать талантливых людей, которых он умел собирать вокруг себя, потому что действительно необыкновенно умел дружить. Прямо с первой встречи. Всегда было приятно, что у меня старший брат, гордость, все его друзья были нашими друзьями общими. Потом у нас появился ещё через 8 лет младший брат. У нас большая семья дружная, и Жорик был самый действительно светлый, добрый. Человек располагал, вообще он очень в этом смысле коммуникабельный и умеет дружить. Это, естественно, располагает. И так или иначе мы с ним как-то не расставались всю эту жизнь. Презентация книги получилась очень душевной. Перекрёсток жизненных дорог Георгия Володько действительно наполнен разными моментами. А самое главное, что оставил после себя художник – это творчество, которое интересно многим, а книга – тому подтверждение. По традиции о творческой жизни киноконцертного зала «Панорама» расскажет арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о великом искусстве, о музыке. Без музыки жизнь была бы ошибкой, сказал Фредрих Ницше. Без музыкального воспитания невозможно умственное развитие ребёнка. Музыка выпрямляет душу. Она могучий источник мысли, сказал Василий Сухомлинский. И в подтверждение этих слов в 2021 году стартовал всероссийский культурно-просветительский проект фонда Оксаны Фёдоровой «Моя Россия. Музыкальное путешествие». Музыка – это сокровищница, которую каждая национальность вносит своё на общую пользу, писал в XIX веке великий Пётр Ильич Чайковский. И сегодня эти слова как никогда актуальны. Мир стремительно меняется, но неизменной остаётся великая сила музыки, объединяющая города, страны и целые поколения. Вместе с командой моего фонда мы запускаем всероссийский культурный проект «Моя Россия. Музыкальное путешествие», который посвящён ярким, интересным, а порой даже малоизвестным фактам музыкальной истории разных городов России, в которых жили и создавали свои бессмертные произведения русские композиторы и музыканты. И началось путешествие в городе Твери. Проект предполагает популяризацию классической музыки среди юных россиян. Заблаговременно на сайте фонда проводилась онлайн-викторина на знание музыкальной истории Верхневолчи. Наш проект, который сначала меня вдохновил, потом я смогла заразить сотрудников своего фонда и всё-таки показать, что действительно во многом, чтобы сохранить нашу культуру, наше историческое наследие, нужно обратиться к музыке, поскольку это тонкие вибрации, это вот та область, куда, в общем-то, сложно попасть. Если как-то ещё литературу охватываешь, доходишь, что до музыки, дело не доходит. Но ещё древние греки говорили, что космос великолепно звучит. И это действительно так, потому что в своей повседневной жизни мы соприкасаемся с разного рода вибрациями. Конечно, они бывают разного уровня. И уже всем понятно, что молодёжь сейчас смотрит и слушает тик-ток, и музыкальные композиции, если можно так назвать оттуда. И, конечно, мы... Это неплохо. Мир не стоит на месте, он развивается. Но мы должны, поскольку наш хмуд занимается здесь и молодёжью, имеет основу культурно-просветительскую, то мы должны предложить альтернативу. Мы должны им показать, что есть другой мир, основной, фундаментальный, очень красивый. Да, сложный для понимания, на первый взгляд, но даже многие ролики, которые снимаются в тик-токе, они же накладывают музыку, ну, в основном, Чайковского, Щелкучек. И мало кто об этом знает, что Пётр Ильич Чайковский основатель консерватории. И, то есть, сколько лет там проработал. И, конечно, вот показать вот эту часть мы очень хотим с нашим фондом. И поэтому мне пришла в голову идея, чтобы привлечь молодёжь, чтобы показать им, что классика — это не скучно, это очень интересно. Это, то есть, через музыкальную историю мы знакомимся с историей своей страны, своего города. И вот первый город, который мы посещаем, — это Тверь. И завтра нам предстоит сегодня, частично вчера мы уже снимали, завтра предстоят съёмки. И здорово, что мы всё-таки идём в ногу с современным процессом. В рамках проекта пройдут съёмки телепрограммы, творческие встречи с Оксаной Фёдоровой и концерт с участием юных талантов региона. Телепрограмма «Музыкальные истории Твери» будет транслироваться на сайте, в соцсетях, на федеральных и региональных каналах. После реализации пилотной части проекта в 2021 году его создатели планируют подготовить рекомендации по использованию полученного материала как дополнительного мультимедийного контента на уроках краеведения, музыки, создания маршрутов для школьных экскурсий и квестов. Очень хорошие впечатления, несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться. Всё же музыка мне очень нравится, поэтому я не обращаю на это всё внимания. И главное, что это приносит мне удовольствие и нравится этим заниматься. Школа отодвинулась как-то на второй план. И я просто больше, наверное, приятного нахожу в музыкальной карьере, чем в среднеобразовательной школе, допустим. И если правильно, конечно, распределить время, то всё можно успеть. Но на школу музыкально уходит достаточно много времени, да. Без музыки тоже я жить не могу. Быть творческим человеком – это всегда здорово. А я же абсолютно уверена, что этот проект будет интересен как детям, так и взрослым. Любите и изучайте. Великое искусство музыки, сказал Дмитрий Шостакович. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, эмоций. Оно наполнит вас духовно. Благодаря музыке вы найдёте в себе новые, неведанные вам ранние силы. А я желаю вам добра, удачи, благополучия. Заходите на наш сайт panoramadefistver.ru, следите за нашими анонсами, звоните по телефону 300 033. Ведь совсем не за горами открытие юбилейного концертного сезона киноконцертного зала «Панорама». До новых встреч. Будьте здоровы и счастливы. Оставайтесь с нами. Вы смотрели программу «Культфьюжн». Оставайтесь с нами и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова